и и снова здравствуйте друзья сегодня мы с вами начнем говорить о таком понятии как гармония собственно о музыкальной гармонии разговор предстоит достаточно долгий подробный будет очень много новой информации как теоретической так и практической поэтому я сразу прошу вас даже советую просто вам как можно более внимательно относиться к этим урокам пытаться действительно разобраться в том о чем я буду говорить и если вам что-то непонятно то лучше или пересмотреть лишний раз какие-то фрагменты или мне задать вопрос на форуме то есть если у вас будут по ходу какие-то проблемы какие-то пробелы появляться то дальнейшем их будет все сложнее и сложнее заполнять восполнять вот поэтому обязательно с предельным вниманием отнеситесь к этим урокам и вот собственно начнем сейчас я буду говорить рассказывать более теоретические вещи чтобы вы понимали вообще о чем идет речь что такое музыкальная гармония с чем мы едят зачем она нужна что она изучает что она показывает что она объясняет и так далее кто-то опять же может быть уже знает какие-то вещи но для упорядочивания этих знаний тоже я думаю этот урок не помешает и так что же такое музыкальная гармония гармония в музыке вообще само слово гармония имеет очень много разных значений но музыкальной гармонии можно назвать науку о последовательностях аккордов но это очень грубо формулирую но в принципе для простоты вот так и можно запомнить это наука о об аккордовых последовательностях об их взаимосвязи давайте сейчас для лучшего понимания рассмотрим схематично из чего состоит музыка ну допустим песня какая-нибудь эта мелодия это некие средние голоса мы их называем заполнением и бас вот это самое заполнение и бас будут давать нам в сумме гармонию вообще-то если говорить более корректно то конечно нужно сказать что мелодия также участвует в гармонии подчас то есть это не только аккорды которые допустим в левой руке находятся не всегда только они это еще и учитывается мелодия обязательно при этом я буду говорить в принципе указывать только на левую руку часто что вот там гармония или вот то что находится в аккомпанементе буду называть гармоний но часто без мелодии не знаю какой звук в мелодии сложно сориентироваться и в гармонии поэтому вообще-то корректнее говорить что гармония это все звуки которые находятся у нас по вертикали включая звук мелодии звуки сопровождения звуки аккомпанемента звук баса все это вместе по вертикали складывается суммируется и получается у нас гармония но каждый раз об этом говорить мне сейчас наверное не придется вообще в будущем надо это иметь в виду вот например песня memory я сыграл ее в трех разных вариантах при этом я использовал одну и ту же гармонию но поменял фактуру три что я сыграл в разной фактуре ту музыку но гармония остается одна и та же я показываю этот пример чтобы вы понимали разницу между фактурой и собственно гармонии так смотрите первый вариант он самый простой в левой руке играл трезвучая правой руки сыграл мелодию одноголосную очень простенькая я бы даже досказал примитивненько но вот я вам показал элементарный вариант фактуры послушаем немножко другой вариант смотрите здесь уже арпеджированный аккомпанемент то есть не аккорды не сплошняком как вот здесь вот это было до одновременно я брал ноты получил то есть брал аккорды здесь аккорды уже раскладываю добавляю какие-то ноты не из аккордов ну об этом мы будем позже говорить а саму мелодия сыграл в октаву где-то даже немножко с терцией и так далее учись ориентироваться кстати по key editor не по ну там а именно пока и дитору я специально сейчас так взял этот вариант более развит фактурно но гармония у меня осталось практически то же самое как и здесь то есть вот это вот всю гармония вот это вот все что я играл левой рукой в данном случае можно представить схематично в виде вот трезвучий аккордов просто и теперь самый сложный вариант самый фактурно насыщенный ну вот такой вот в левой руке достаточно широкие ходы интервальные то есть арпеджио достаточно развернутые идут в правой руке аккордами тоже я мелодии играю не просто октавами даже и не просто как здесь было одноголосно то есть я играю также уплотняю мелодию вот но опять же гармония остается той же самой практически той же самой и ну естественно есть какие-то здесь украшательства здесь есть какие-то проходящие ноты но в принципе эту гармонию можно представить опять же вот так же схематично как было и в первом варианте к чему я так долго это показываю к тому чтобы вы понимали разницу между фактурой фактура видите у нас была совершенно разная три разных варианта но при этом гармонии остается одно и то же то есть гармония когда мы рассматриваем гармонию мы раз рассматриваем несколько схематично какие-то вещи для простоты понимания естественно так идем дальше аккордов в гармонии много кстати вот такой вопрос нельзя ставить знак равенства между словом аккорды и словом гармония все таки гармония подразумевает некую взаимосвязь взаимосвязь аккордов а если мы говорим просто вот аккорды такие сякие то мы не подразумеваем в данном случае взаимосвязь аккордов и то есть мы просто говорим отдельно такой аккорд такой аккорд такой аккорд а когда говорим о гармонии мы говорим о некоем о некой последовательности аккордов то есть об их взаимосвязи вот такая вот тонкая грань это просто на всякий случае я уточняю нужно ее тоже понять так вот аккордов в гармонии много разных и каждый аккорд можно отнести к одной из трех функций функции у нас 3 это тоника на ней обычно я буду постоянно говорит что обычно но всегда есть исключение обычно тоникой начинается произведение или песня или инструментальная какая-то вещь или на ней же заканчивается то есть тоника это основа основ в принципе о тонике я уже говорил немного в теоретическом курсе теперь субдоминанта субдоминантов и аккорды то есть аккорды которые можно отнести к субдоминантовой группе будем так говорить эти аккорды символизируют некое развитие то есть вот смотрите допустим мы взяли тонику а затем нам надо двигаться куда-нибудь дальше вот это самое дальше продолжается именно с помощью аккордов субдоминантовой группы и доминанта его означает буквой d это подготовка к окончанию в принципе доминанта неразрывно связано с тоникой как это понять но смотрите может быть не очень удачный пример допустим есть у вас дома если проведен газ у нас есть газовая горелка да вот если у вас не будет спичек допустим или рядышком зажигал очки маленькой как это на новых делают газовых плитах то эта горелка в принципе не имеет смысла она не выполняет свои функции она только будет выпускать газ и все а когда мы добавляем спичку то мы делаем оправданное существование этой самой газовой горелки так вот доминанта выполняет роль своеобразной спички это грубое сравнение понимаю но в принципе тоника без доминанты часто просто не имеет смысла мы не видим тонику мы не ощущаем тонику при этом когда тоника идет связки с доминантой то мы сразу четко ощущаем у вот мы сразу слышим и в какой мы тональности мы сразу слышим ступени лада мы сразу слышим где 5 где первая ступень и так далее где вот сейчас как раз о ступенях мы и поговорим когда мы находимся в пределах одной тональности мы еще не рассматривали в теоретическом курсе правда понятие тональность но сейчас задавайте не будем сильно заморачиваться принципе вот когда мы находимся в одной тональности то тоника это одно трезвучие первой ступени к тонике не может относиться больше никакой другой аккорд то есть тоника это только трезвучие первой ступени мажоре мажорная в миноре минорная К субдоминанте же, опять же, почему я говорил выше, к субдоминантовая группа, к субдоминанте может относиться целый ряд аккордов. Это аккорды могут быть четвертой ступени, второй, шестой, их варианты, какие-то видоизменения и так далее. И к доминанте относится, опять же, чаще всего трезвучие или септаккорд пятой ступени. Бывает, что к доминанте относятся еще другие аккорды, но за несколько спорный момент мы такие варианты рассматривать не будем. Просто запомним, тоника первая ступень, трезвучие первой ступени, доминанта, трезвучие или септаккорд пятой ступени, субдоминанта, разные варианты, но чаще всего принято иметь в виду под субдоминанта четвертую ступень. Много информации, да? Много. Сейчас будет еще больше. Давайте-ка посмотрим сейчас просто на аккорды. Итак, вот оно. В до-мажоре мы находимся. Трезвучие первой ступени, это тоника. Трезвучие четвертой ступени, это субдоминанта. Трезвучие пятой ступени, доминанта. И снова тоника. Таким образом, вот у нас даже маленькая цепочка получилась. Первая, четвертая, пятая и снова первая. Их же можно представить еще с обращениями, чтобы более плавно шли голоса этих аккордов. Видите, здесь вот, допустим, квинта этого аккорда идет, скачет на кварту. И, в принципе, все звуки тоже делают скачок на кварту. Здесь все идут на секунду. Здесь скачок на квинту у всех звуков. То есть, не плавно мы соединяем эти аккорды, если рассматривать их именно аккорды, вот в этой цепочке гармонической. Мы можем сделать плавнее, используя обращение. Вот трезвучие, вот кварт-текст аккорд. Видите, рядышком. Эта нота до осталась на месте. Здесь мы повели всего лишь на секунду две ноты. Дальше здесь такие. Все звуки пошли снова на секунду. И здесь вот эта седьмая ступень получается. Если мы в до мажоре находимся, си пошла в до, соль в принципе осталась на месте, ре в до пошла. Ну, ми мы добавили просто еще как звук, который должен обязательно присутствовать в мажорном трезвучии. Ну, вообще в тоническом трезвучии должен присутствовать, потому что терца определяет, как мы помним, наклонение аккорда. Вот, давайте послушаем отдельно сейчас эти аккорды. И более плавно соединяем. В миноре аналогичная ситуация. Вот трезвучие первой ступени, трезвучие четвертой, пятой и снова первой. То есть тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. И обращение. По аналогии совершенно все. Давайте послушаем. И плавно. Обратите внимание, в доминантовом трезвучии, в миноре, появился откуда ни возьмись соль диез. Странное дело, да? Сейчас мы поговорим об этом. А, ну вот я еще хотел вот о чем сказать. Если мы будем переходить из одной тональности в другую тональность, а это достаточно часто встречается в музыке, то каждый аккорд в гармонической последовательности, в цепочке, может менять свою функцию. То есть, допустим, тоника может вдруг в какой-то момент стать доминантой, а субдоминанта, допустим, стать так же доминантой, или в какой-то момент тоникой может стать. Ну и так далее. То есть аккорды могут менять функции. Но это, я обращаю внимание, это только когда мы имеем дело с переходом из одной тональности в другую. Тогда могут происходить эти приравнивания одной функции к другой. Аккорда одной функции к аккорду другой функции. Но об этом, в принципе, мы будем говорить еще позже, достаточно подробно. Сейчас я вам просто даю вводные установки, чтобы оно хотя бы немножечко у вас отложилось в мозгу. Вы потом это призабудете, а когда мы будем говорить об этом уже подробно, вы хотя бы будете иметь некоторое представление о том, о чем мы будем говорить. А, ну, в принципе, об этом я уже сказал. Вот, мы имеем дело сейчас с функциональной музыкальной системой. Что такое функциональная музыкальная система? Это вот как раз та самая система музыкальная, в которой аккорды можно приравнивать к функциям. К определенным, относить к определенным функциям. И при этом аккорды, так же об этом я тоже говорил, между собой взаимосвязаны. И можно строить целые аккордовые цепочки. Гармонические последовательности. Их по-разному называют, в принципе. Вот часто сейчас говорят и о том, что это называется гармонические прогрессии. Но хотя это слово, насколько мне известно, пришло из западного музыкознания. У нас не принято так говорить. У нас говорили о цепочках или последовательности. То есть аккордовые последовательности. Или лучше говорить даже гармонические цепочки, гармонические последовательности. Ну и вот, видите, схематически это можно так записать. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Или тоника, доминанта, тоника, субдоминанта, тоника, доминанта, тоника. И можно под эту последовательность подставлять различные аккорды, допустим. То есть расшифровывать эту последовательность. Кстати, это вариант обозначения именно для классической цифровки. Как раз недавно мы говорили о цифровке в видеоуроке по теории музыки. И вот здесь как раз имеет место быть классическая цифровка с обозначениями функций. Еще некоторые люди, ученики наверняка читали какие-то еще теоретические книги, сталкивались с какими-то понятиями. И они иногда, в силу незнания, попадают в просаг. Потому что иногда они пытаются сравнивать различные системы музыкальные. Мы говорим, запомните, мы говорим о тональной функциональной системе. Можно говорить классика гармоническая, ее еще называют. То есть как угодно. Но есть еще другие музыкальные системы. Ну такие как модальность, допустим. А тональность. Есть еще масса страшных слов. Серийность, сериальность, алеаторика и так далее. Мы об этих системах не говорим. И в этих системах нет деления аккордов, деления вообще всей музыкальной ткани на тонику, субдоминанту, доминанту. То есть никаких функций там нет. И если вы вдруг, кто-то из вас решит рассмотреть какое-то музыкальное произведение, которое не относится к функциональной системе. Вы попробуете рассмотреть его с точки зрения функции, у вас ничего не получится. Просто об этом нужно знать. Об этом попытайтесь подумать, понять это. Но почему мы рассматриваем ее на функциональную систему? Потому что она наиболее распространена. Она наиболее прижилась, скажем так, и сейчас в музыке. Популярной, в рок-музыке, в различной музыке, в том числе в огромном пласте классической музыки. Это и период эпоха классицизма, эпоха романтизма. И некоторые другие периоды также включают в себя функциональную систему. Поэтому мы и говорим. И в принципе уха человека, который живет в европейском, допустим, государстве. Его уха больше всего привыкла именно к функциональной системе. Поэтому ее мы чаще всего слышим. Мы ее и рассматриваем подробно. Когда-нибудь, возможно, в рамках школы или отдельным каким-то урокам, я вам расскажу о других музыкальных системах. На данный момент мы останавливаемся только на функциональной. Смотрим дальше. А, ну и вот я задаю вопрос и даю ответ. Что надо знать для начала? Вот я очень много чего наговорил сейчас. Но давайте вот остановимся. Что для начала нужно знать? Тоника. Трезвучая первой ступени. Субдоминанта. Трезвучая четвертой ступени. Доминанта. Трезвучая или септаккорд. Пятой ступени. Трезвучая или септаккорд. Пятой ступени. То есть первая, четвертая, пятая. Это мы для начала. Потом будет расширяться. Несколько у нас горизонты будут расширяться. Мы будем, например, заполнять аккордами субдоминантовую группу. То есть будем рассматривать и другие аккорды, которые также относятся к субдоминанте. Но сейчас останавливаемся на первой, четвертой, пятой. Это вот на данный момент наше вооружение. Продолжение следует.